Доброго времени суток! Продолжаем повествование о выращивании грибов и производстве мицелия. Вот такая у нас заставочка. Это совсем не реклама алкогольных напитков. Это история о лабораторной посуде. Вот такие ёмкости. Если мы хорошо пошаримся в интернете, то очень часто на мексиканских сайтах можно увидеть использование вот таких ёмкостей для приготовления агаровых сред и для выращивания мицеллярных культур. Эта ёмкость объединяет в себе два очень хороших свойства. То есть она одновременно и, можно сказать, и пробирка, и в то же время и как чашка Пэтрит. То есть имеет некоторые свои преимущества. То есть вот это узкое горлышко и очень широкая площадь самой бутылки. Вот сравнительно, например, если взять, вот, сравнительно с чашкой. Но у чашки есть ряд недостатков. Такое обширное открытие самой чашки часто приводит к инфицированию. Также, когда покупаете вот такие чашки, то не всегда есть время проверять, но они часто вот бывают такими вот бракованными. То есть она нехорошо притёрта и неплотно прилегает к самой поверхности крышка, к самой тарелке. И получается вот такая штука, когда она вот стучит, это означает то, что она будет подсасывать где-то воздух и часто может инфицироваться. Редко очень происходит инфицирование именно с пробирками. Такое фактически казуистика, то есть такое вообще никогда не наблюдается, только если внесена инфицированная культура. А инфицирование агаровых сред вот в пробирках, ну, фактически не происходит никогда. То есть намного лучше с чашками, совсем другая история. Бывают случаи, когда они инфицируются даже в процессе хранения, вот, или неосторожного вскрытия ламинарного шкафа. Вот, а здесь же получается и чашка, и одновременно и пробирка. То есть их очень удобно с агаровой средой, очень удобно закатывать. То есть при вот таком вот размещении, как увидим, агар, ну, возможно, там чуть придётся приподнять, чтобы агаровая среда не вытекала. И вот, если мы её вот так размещаем, то есть очень большая, обширная поверхность, её, именно вот эту бутылку, очень хорошо использовать для одних очень характерных, именно лабораторных целей. И, как видим, есть у неё одно очень хорошее такое вот преимущество. Если мы вскроем пробку, вот, то внутри очень большая поверхность, то есть для работы с петлёй, то есть огромное количество просто агара, и исключает попадание инфекции в связи с тем, что здесь горлышко хорошо плотно закрывается вот пробкой. В общем, вот такие очень и очень хорошие ёмкости. На мексиканских сайтах они целиком и полностью, вот, почти на 100% используют именно вот такие ёмкости. Китайцы также используют. Ну, вот здесь это от 0,25 мл, 250 мл бутылочка Немировской отборной настойки. Кстати, настойка очень неплохая. Вот такая ещё одна история на тему лабораторной посуды. Горло здесь немножко шире, пробки, получается, немножко больше сделать. Можно вот использовать и такие поменьше посудинки. Та же самая история. Очень хорошо в ней закашивать агар. И полезно, и лабораторная такая вот получается у нас посудины. Надеюсь, вам этот совет был в какой-то степени полезен. Так что прошу принять его тоже на вооружение.